Мусорная реформа, проводимая в регионе, не обошла стороной коттеджные поселки. Однако оказалось, что не все готовы перейти на новую систему сбора отходов. Еженедельно в администрации округа собирается штаб, на котором обсуждаются текущие вопросы организации раздельного сбора мусора. Пилотный проект стартовал еще в 2019 году и уже дает первые результаты. Из 89 коттеджных поселков на сегодняшний день у нас охвачено более 70%, 69 поселков, 77%. Осталось еще 20. Если говорить конкретно по Барвихе, у нас здесь 40 коттеджных поселков, 28 метров, разделен сбор 12, еще находятся в стадии движения. По словам представителя регионального оператора, шесть поселков Барвихинского поселения отказываются заключать соглашение на раздельный вывоз ТКО. Чтобы узнать причины, заместитель главы Михаил Каратаев решил лично пообщаться с жителями. Ведь так или иначе собирать мусор по новым правилам придется всем. Мы провели уже первый этап, внедряем все у нас площадки с МКД, оснащены синими контейнерами. Сейчас приступили к следующим этапам. Провели уже пилотную работу по контейнерам на территории поселков Барвихи, Успенской и Горская. Сейчас будем распространять это на территории остальных поселков. Михаил Владимирович отметил, что лучший результат на сегодня угорского поселения. Из 29 поселков в 27 установлены синие контейнеры и заключены соглашения на раздельный сбор ТКО. На совещании обсудили также организацию вывоза строительного мусора и навала. Вывоз строительного мусора осуществляется силами территориальной МБУ в рамках заключенного контракта со специализированной организацией. То есть, если у вас есть навалы строительного мусора на территории, то вы свое МБУ туда направляете. Если у вас нет МБУ, то вы направляете подряд на организацию, которая обслуживает вашу территорию. Они этот строяк собирают, увозят и утилизируют в рамках контракта, который у них есть на утилизацию строительного мусора. Участники заседания обсудили также проблему нехватки и несвоевременной установки синих контейнеров. В адрес регионального оператора по этим вопросам поступает немало нареканий. Все территории, где есть такие проблемы, Михаил Каратаев взял под личный контроль. Поддержку в этой работе оказывают и представители местного отделения «Единой России» в рамках реализации партийного проекта «Чистая страна». Одна из его основных задач – цивилизованное обращение с отходами. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».